Ливон В. – король Киликийской Армении, последний представитель династии хитумидов на армянском троне. Биография Период регентства Ашина Ливон В. родился в 1310 году в семье короля Ашина и королевы Изабеллы Корикосьской. В июле 1320 года Ливону наследовал Киликийский трон. Однако, на момент смерти отца он был несовершеннолетним, поэтому был сформирован регентский совет, который избрал регентом карикосского князя Ашина двух сына хитума Патмича. Регент взяв бразды правления в свои руки для легализации своей власти, 31 декабря 1320 года выдал свою дочь Лису замуж за малолетнего Ливона V, а сам берет в жены вдову покойного короля Жанну Анжуйскую. Действия Ашина не понравились князьям королевства. Как результат Киликия, на фоне того, как враги государства множили свои удары, погрязло в несвоевременных раздорах. В 1321 году монголы под предводительством принявшего ислам Гасана, подвергая разорению страну, вторглись в армянское королевство. Венецианский географ Марина Сануда-старший, побывавший в это время в Киликии, так описывал положение дел в армянском государстве. В 1322 году египетские мамлюки вторгаются в страну и атаковали Аяс и разрушили его крепость. Король кипрского государства Генрих II, забыв про распри, шлет на помощь армянскому королю свой воинский контингент. Католикос армян Костандин Эйви, видя отчаянное положение своей страны, отправляется в Каир, где в 1323 году заключает перемирие на 15 лет. Но уже на следующий год, боясь гипотетического крестового похода, набеги мамлюков возобновились. В этом же году Ашин, желая пресечь всякие притязания на трон, приказывает убить Изабеллу, вдову Амари Тирского и тетю малолетнего короля Ливона V, а заодно и ее старшего из четырех выживших сыновей. Второй по старшинству сын Гиде Лузиньян, позже известный как король Костандин III. Во время убийства он находился в Константинополе у своей тети, сестре его матери, византийской императрице Риты. Двое других Жан и Баймонт были сосланы госпитальером на остров Родос. Совершеннолетие в 1329 году. Став совершеннолетним, король Ливон V приказывает убить Ашина, его брата и его дочь, свою жену Алису. За то время, что Ашин II был регентом, ослабление страны сопровождалось усилением католического церковного влияния и давления со стороны папства в вопросе церковной уни. После избавления от регента и его дочери, король сразу же женился на Констанции Сицилийской. Последнее еще больше усилило латинизацию сийского двора. Внешняя политика. С момента сосредоточения власти в своих руках перед лицом внешней мусульманской угрозы, Ливон с просьбой о военной помощи обращается к Западу. Подобно своим предшественникам он посылал гонцом к папе Римскому, но каждый раз получал лишь обещание и слово поддержки. В 1332 году во Франции королем становится Филипп VI, лелеющий надежда организовать новый крестовый поход. Килики им рассматривалось в качестве плацдарма для союзных христианских войск. Своими планами французский монарх делится в письме армянскому королю. Помимо этого он выделяет 10 тысяч флоринов для возведения и укрепления киликийских крепостей. Однако, ввиду начала Столетней войны, планам французского монарха не суждено было сбыться. В 1335 году эмиры Дамаска и хамы, ждавшие поводы и подогреваемые слухами о новом крестовом походе, пошли войной на Киликийское королевство. Между тем султан, с одобрения которого начался набег, отказался принять армянских послов, прибывших к его двору просить мира. Киликийское государство находилось в тяжелейшем положении. Набег мусульман разорил страну и наводнил ее столицу тысячами беженцев. Через год повторилось вторжение, которое сопровождалось разорением и погромами. Но в то же время армянский посол, находящийся в Европе, встретился с новым папой римским Бенедиктом XII, который ограничился тем, что просил французского короля послать груз с зерновыми и ходатайствовать об армянском царстве предостровными государствами региона. В 1337 году состоялся третий за три года набег мамлюков, последствия которого имели катастрофический характер. Ливонва заключил перемирие, согласно которому армянское королевство потеряло левое побережье реки Перамос и важнейший торговый и военный порт Аяз. Однако в начале 1340-х мусульмане, нарушив прежние договоренности, вновь вторгаются в Киликии внутренняя политика. В то время, когда наращивалась внешняя угроза, Киликийское царство раздирала внутренняя борьба сторонников унии с одной стороны, и приверженцев традиционного армянского течения в христианстве с другой. Пролатинская позиция Ливона V привела к отставке католикоса окопа двух. На место последнего бесцерковного собора король назначил угодного себе другого католикоса. Однако церковный собор не признал его и избрал католикосом Мхитарай. Кроме этого, не способствовало разрешению конфликта и непримиримости Бенедикта XII. Примерно в то же время при дворе Папы Римского появилась армянская делегация, которой поручено было доставить истинность веры, изложенную еще окопом двумя и в очередной раз просить о помощи. Однако Папа Римский не услышал католикоса армян и не внял просьбам о помощи христианского народа. Тогда же 1 августа 1341 года Бенедикт XII написал два письма католикоса армян и королю Ливону V, сообщая им, что они не могут рассчитывать на помощь до тех пор, пока армяне не примут католичество и не будет созван Синод, объявивший Унию официально. Смерть Ливона скончался 26 августа 1342 года. Вероятно, он был убит во время народного волнения противниками Унии. С его смертью прекратилась династия хитумидов по мужской линии. Это обстоятельство послужило усилению борьбы за власть. На арену вышли родственники Ливона IV по женской линии. Династия кипрских лузиньянов. Семья первая жена Алиса Корикосьская. Дети – Хетум, вторая жена Констанции Сицилийской. Дети – нет. Комментарии. Ряд историков ведет нумерацию правителей с 1198 года, когда впервые Киликийский король был коронован согласно западноевропейским традициям. Поэтому Ливон V иногда называют Ливона IV. По другим данным это могло произойти 28 августа 1341 года. Ошибка в сносках. Неверный тег Елт РФ и КТ. Название А определено несколько раз для различного содержимого. По другим данным это могло произойти 30 декабря 1321 года. Также известно как Джованна Таренская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова